Привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала. IT-навигатор с вами. Сегодня хочу рассказать вам об одной замечательной игрушке, которая называется Гильдия Героев. Это онлайн RPG для ваших Android и iOS смартфонов. Данная игра концептуально копирует Lineage 2. Сейчас она прогрузится и вы собственно увидите особенности данной игры. Мне никто не заносил денег, просто это очень интересная штука. Можем даже вместе с вами создать гильдию и вместе играть. Мне очень она нравится. Вот это собственно город, где есть другие герои. Собственно у каждого героя его можно снаряжать различными вещами. Там есть три класса игроков. Это маги, лучники и собственно мечники. Там тяжи, которые с мечом и со щитом. Также можно выбрать мужчину или женщину. Имеются всякие скиллы магические, умения на защиту, на атаку и на прочее. Допустим, молния. Ну то есть замечательно. В городе там есть сундук, торговцы, да. У которых там можно покупать собственно всякое. Там мужик, у которого можно сварить зелье. Алтарь, да. С помощью которого можно состязаться там за ресурсы. Там затачивать ваше оружие. Тут у кузнеца можно затачивать, улучшать ваше оружие. И ваше, скажем так, ваше обмундирование. Донат в принципе здесь есть. Но он не навязчив. Без него можно играть и очень даже. Причем каждый день, когда вы заходите в эту игру, то каждый день есть какой-то бонус. И бонус это и сундуки с различными полезностями зелья и те же кристаллы. То есть все банально и очень круто. Есть башня, в которой можно состязаться за руны, открывать сундуки с рунами. Есть также режим пвп, как в линейке. Вы нанимаете в таверне себе, скажем так, человека, с которым вы будете в паре. И можно нападать на другую пару и пвпшиться. Вот. Да, здесь есть маг, у которого можно улучшать ваши умения. Ну, игрушка сейчас немножко подтормажет, потому что я записываю видео. Ну, собственно, сейчас я играю мага. У меня умение мага. Ну, есть умение лучника, воина. Они у меня не развиты, потому что, собственно, у меня маг. Вот таверна, где можно нанимать игроков и вместе с ними проходить сложные уровни, там, подземелья, не знаю. Ну, играть вместе замечательно. Вот это вот чувак, через которого можно ваши вещи помещать руны, там, да, на увеличение жизни, там, на уклонение и на прочее-прочее. У этого молодого человека можно из камней извлекать ману. Также я сейчас состою в гильдии, что очень круто. В каждой гильдии можно нападать на какого-то рейд босса. Ну, там, рейд подземелья и какие-то рейд боссы. Очень большие, это упои и хвалите, ну, как в классическом ренейш. Ну, и давайте выйду на карту. Сыграю сейчас одну локацию. Собственно, в чем идея. Сейчас вы увидите. Есть у нас такая карта. Здесь различные локации. И, ну, вообще, по сути, по сюжету игры нужно дойти в финальный замок и завалить самого главного негодяя. Там вначале есть какая-то сюжетная линия, но, как бы, не суть важна. Вот, допустим, да, пустынные улицы. Сложность, да, и за каждую, короче, за каждую локацию можно что-то интересного получить. Там те же кристаллы и умения, и куча лута. Ну, давайте сейчас пробежимся, чтобы вы понимали, посмотрели геймплей, как все происходит. Вот, собственно, мой маг. Есть автоплей. Если очень легкий уровень, вам нужно что-то нафармить, ключи или прочее, то можно, там, не знаю, что-то делаете на автоплей. Поставили, и он вам фармит, там, серебро, не знаю, там, или опыт на легких уровнях. Ну, давайте, чтобы мне было проще рассказывать, а на автоплее. Вот, собственно, да, мы применяем скиллы, также мы можем выпить зелье, если у нас оканчивается наше здоровье. Также имеются куча разных зельев, бустеров, там, всякие, на силу, на скорость передвижения, на опыт и на всякое-всякое. То есть, игра очень хорошо продумана и до мелочей просто все очень круто. Вот, вот, выпали штаны. Давайте мы их заберем. Все очень-очень неплохо, со вкусом. Ну, и, в принципе, играет довольно-таки весело. Я думаю, вы не соскучитесь. И я вам скажу, так вот, только я увидел данную игрушку, ну, я, наверное, недели две, я из нее тупо не выходил. У меня телефон раскалялся до красна. Ну, вот, скоротать, я не знаю, там, 10-20 минут на работе, во время, там, какого-нибудь перерыва, там, во время обеда, это то, что нужно. Ну, или, допустим, в транспорте, там, в метро или в маршрутке едете, это просто must-have. Данная игра не очень зависима от того же пинга, да, там, как всякие Clash. Вот, ну, интернет, ну, главное, чтобы он был, да, чтобы велись сохранения, чтобы можно было, да, ну, то есть, чтобы работала социальная составляющая игры. Если вы что-то не подобрали, не ловнуйтесь, в конце будет сундук, в котором будет все то, что было найдено на протяжении всей локации. Ну, вот такая вот игра, называется она Гильдия Героев. Надеюсь, кстати, я правильно ее называю. Давайте еще штуку такую сделаем. Да, Гильдия Героев, правильно я называю. И что замечательно, здесь также у нас есть пауза. Можно игру поставить на паузу, если вдруг там, не знаю, поступил важный звонок, или шеф зашел в кабинет, и вам нужно сразу сделать вид, что вы очень усердно работаете. Ну, или там, в транспорте. В общем, пауза есть, и это замечательно. Ну, пауза работает, если вы там, да, на прохождении на какой-то локации. То есть, в целом, это полноценный РПГ со всеми особенностями, там, да, с различными вещами, с магией, с ПВП. Там, варите зелья, точите, улучшаете там всякое оружие, вставляете в него руны. Ну, то есть, очень круто. И те мелочи, которые здесь учтены, реально заслуживают уважения. Повторюсь, мне никто не платил за обзор, ну, как бы, я бы был очень рад, если бы заплатили. Но, увы, мой канал не того уровня. Сам частенько залипаю, поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам интересна данная игра. Давайте создадим гильдию и будем играть вместе. Здесь очень много и русскоязычных, и англоязычных игроков. Ну, в целом, я думаю, идея совместной гильдии довольно-таки неплохо. Напишите, что вы об этом думаете. Ну, и сейчас мы доубиваем последних наших мобов и подытожим. Да, ну, здесь есть также там музыка, звук на я отключил, потому что надоедает. Кому интересно, там, да, ну, поклассать это уже не столь важно, не ключевой момент. Также, все оружие, скиллы, там, ну, как во всех РПГ, есть обычное, есть там редкое, уникальное, там, эпическое. Зеленое, это редкое, фиолетовое, это там какое-то еще, фиолетовое, там, эпическое. Есть еще там золотое, там, желтое, вообще там, типа, крутое. Вот, ну, и собрали всякое и обратно в город. В целом, игра мне понравилась, напишите ваше мнение, а это видео буду заканчивать. Жду ваших комментариев и до новых встреч. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Повторюсь, что сейчас Твиттер и Телеграм основные наши сети. Подписывайтесь и до новых встреч. Спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok